В Бобруйске проходит единый день информирования. Главная тема – семейное воспитание как основа сильного государства. Также диалог затронет вопросы производственного травматизма при выполнении строительных работ, добровольного страхования, дополнительной копительной пенсии, профилактики гриппа, противоправного поведения несовершеннолетних. Депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Жук пообщалась с бобруйскими пионерами и активистами БРСМ. Увлекательная встреча прошла в Центре творчества детей и молодежи в формате «Вопрос-ответ». Ребята интересовали темы, связанные с личным и профессиональным становлением. Красный пищевик выпустил необычный зефир со вкусом клубники и шампанского. Также среди новинок лакте-карамель с содержанием соли. У девятой позиции жевательного лакомства в привычных цветах Нового года – оранжевого со вкусом мандарина и зеленого с марципаном. Зимним праздником фабрика выпустит сундук со сказками. Вес подарка – 400 грамм. «Динамошинник» начинает большую домашнюю серию матчей с командой «Золотого дивизиона». Сегодня в 19.00 на бобруйской арене подопечная Андрея Михалева встретится с МХК «Атлант» из «Мытищ». Напомним, сейчас юные «Динамовцы» занимают лидерскую позицию в турнирной таблице «Серебряного дивизиона». В Бобруйском художественном музее открылась выставка живописи Татьяны Календа «Мое вдохновение». Работы художницы отображают повседневную реальность через призму необыкновенной красоты. Насладиться творчеством можно на социалистической 100 с 10 утра до 7 вечера. Выходной – понедельник. Редактор субтитров А.Семкин